Мы долго размышляли о целях, что мы достигаем, для чего это нам нужно, что это нам даёт, потому что это серьёзный был шаг. Вы заметили, что это было сделано на таком серьёзном уровне, как мы всё делаем, собственно говоря? Да. И, ну, может быть, приоткрою немножко такие таинственные завесы над высокой модой, что мы с вами делаем. Итак, мы с вами были на показе Коберли к утюгу. Вот новое слово, которое я хочу объяснить. Мы в течение нескольких сезонов добились успеха, развивая новое направление Коберли, которое мы предлагали нашим клиентам, нашим консультантам, покупателям, всем замечательным женщинам модные тенденции. Мы называли Fast Fashion. Это в каждом каталоге выходила новая коллекция, мини-капсулы. Это был модный тренд. Они отличались, они создавали разнообразие. И по большому счёту мы реализовали концепцию, которая в какой-то степени является основой для многих других брендов. Мы доказали, что мы можем уникальные, вы вспомните, когда поступала, можно для MLM-компании стать первой, которая делает Fashion. Можем. Вот взяли, да, Гранд Родина, поддерживая Светлый Георгий Адрес, вот всё, что она предлагает, себя получает. Она нас поддержала. Мы смогли это сделать, мы реализовали. Напомню, что мы в течение трёх лет стали одной из крупнейших в России модных компаний, которая предлагала качественную, хорошую, стилистически поданную одежду для доступных цен. Это очень важно. Это важный аспект, что мы сделали. И дальше, развиваясь, осматривая горизонты, новые ландшафты вокруг, мы должны были сформулировать для себя, а что может быть следующим шагом, новой ступенью, новым плацдармом для развития компании. И мы очень много дискуссий с Алексеем Геннадьевичем обсуждали. А может быть нам надо пойти от разнообразия какому-то стилистическому единству, забрать нас всех. Собрать стиль, 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 концепт и марки в едином направлении. И тогда возникла идея, что... Ну, знаете, во всех компаниях, которые предлагают товары для всех потребителей, есть такое понятие, как научно-техническая конструкторская разработка. Там, где рождаются новые смыслы, новые идеи, когда они фантастические, может быть трудно реализуемые, но они подталкивают всех остальных игроков, участников бизнеса сделать новый шаг, рывок, достичь нового качества. И вот я объясняю это слово кутюр. В моде фастфэшн это такая плита, платформа, которая дает большой объем. Она контактирует со всеми покупателями. Но на вершине этой пирамиды находится искусство, модные коллекции, создаваемые дизайнерами, модными домами. Их всего 30 в мире. Всего 30 в мире того, в моды, которые делают кутюр. Обалдеть! Это самое вкусное, сложное, экспериментальное искусство в моде, которое не обязательно предназначено для того, чтобы можно было носить. Но мне кажется, там было и что, и поносить. Да, да, да. То есть мы здесь какой-то попромисс достигли, что какие-то были вещи, ну просто, боже мой, как же в этом можно выйти. Просто, смотрите, там были такие ткани, в которых, да, там, вот шелковый газар. Это было похоже на лавандовый, расцвёрзший бутон, такой, в платье с накопами. В этой ткани можно только стоять, нельзя ни сесть, ни нельзя ничего разобрать. Это только для подиумов высокой моды и для красных ковровых дорожек, и для... Ну, для нас с вами. Да, для красных ковровых дорожек. Или там были какие-то удивительные, сейчас буду разобраться их плотными словами, шифон-фильт-купе, который был с шелком, с металлизированной нитью, по ним еще был орнамент, напринтован. То есть это уникальные ткани, уникальные технологии, вещи, которые никто никогда не делал. Итак, кутюр – это наивысшее проявление мастерства в моде. Почему все кутюр? Улита Хабберлик, лучше кутюр Хабберлик, да? Нам с вами объясняют это. Это оценили самые крутые эксперты и стилисты моды, которые только есть. Нашим партнером был журнал «Волк», это номер один журнал в моде, который принадлежит издательству «Конды нас». Это глобальная, большая корпорация моды, которая продвигает стиль, работает в индустрии как экспертиза. Вот кроме них, то есть они скажут, что это круто, значит, это круто. Но они могут не сказать. Они же могли потом не подойти, ну, Маршу Федорову, главный редактором. Она же могла потом деликатно не подойти ко мне после показа и сфотографироваться, а так, ну, да, я была. Нет, в первом ряду были все главные редактора журнала. Они подошли потом, нас поздравили. Они сказали, что это было круто, это было достойно. И что это никто не делал, чтобы массовая марка, которая делает жизнь всех женщин достойной, выполагает по доступным ценам это качество, эти прекрасные продукты, наши замечательные бездороги. И вдруг мы сделали, ну, необычный итог. Поэтому кутюр, еще раз, чтобы мы с вами понимали, это наивысшее достижение в алюстримах. Выше ничего нет, только звезды ему с вами. И я хочу для себя, вот знаете, я когда в диалоге с вами общаюсь, я для себя сам формулирую тезис жизни, дальнейших шагов. Для чего мы это сделали? Мы это сделали для того, чтобы заявить нашу площадку, нашу платформу, нашу вершину, относительно которой мы делаем сверху по всем остальным продуктам, по всем нашим активностям, нашему маркетингу, все, что с вами делаем. Мы заняли, ну, вот эту уникальную верхнюю позицию. Это маркер, точка отчета. Это то, с чем мы должны сравнивать и выверять, и позиционировать все остальное. Потому что мы же делаем товары бьюти, красоту. Это все образ, стиль жизни, единый стиль. То, ради чего мы создаем кутюр, создаем всю нашу корпорацию. Создавать единый стиль жизни. Слово стиль, вот этот образ, целостность. Логотип-то новый. Вы же видели? Вот, вот, вы видели его на показе? Вот я объясню, почему он такой. Наверное, Алла Владимировна тоже об этом рассказывает. Вот я объясню, почему он такой. Потому что он как высечен из мрамора. Из самого твердого и красивого, что есть в архитектуре. Это уверенность, симметричность, целеполагание. Это что-то, на что можно опереться, и ты в нем уверен. Это новый шаг. И он очень лаконичен, рафинирован, простой. Позволяет нам развивать вокруг этого что угодно. И он строит нашу эстетику. Вот для меня это очень важный момент. Итак, мы берли кутюр. Это маркер. Это новая ступень. Это новая шкала оценки всему тому, что мы делаем с вами. И я бы так сказал, я вам предлагаю присоединиться к нам в нашей работе. И все остальное тоже поднять. Как вот мы моду подняли, подверли и сделали. Понимаете, что мы до высокой моды. И всего 30 в мире. В мире 30 домов моды. Вот мы с вами до высокой моды. И значит, все, что мы делаем дальше. Я хочу, чтобы все мои коллеги, которые делают продукты в бьюти, в косметике. И чтобы вы в своей активности, в деятельности, в строении сети, в разговорах, в коммуникациях чувствовали это. Мы с вами культурные, уникальные, не говоря о том, что мы делаем. Спасибо вам, Анастасия, как и продали. Вот. Это очень важный аспект. И, ну, чуть-чуть про коллег. Да, да, да. Когда мы ее создавали, мы очень много размышляли. Я не зря сказал, искренне и честно, что, конечно, у меня есть сапка. Это правда. Мы выстраивали концепцию от смысла, от мысли. Что же мы хотим заявить? Ну, кто-то увидел. Знаете, что мне понравилось? Ну, понравился. И мы получаем сейчас обратную связь. Все, кто присылал тысячи человек, они с разными вкусовыми ощущениями. Кто-то любит минимализм, кто-то любит гламут, кто-то любит романтическое. И нам удалось в этой коллекции соединить разные аспекты, которые позволили каждому найти свое. Кто-то, ну, мне вот это хочется, а мне хочется вот это. И мне было очень приятно, что люди совершенно разных направлений мне писали отлики, что вот это мое, я хочу вот это. А где взять вот этот стиль, а где этот пиджак, где этот платье? Это то, что очень круто достигается, потому что обычно стилистически все узко ориентированы. И, ну, кому-то нравится, там, минимализм или черный, кому-то, наверное, нравится, там, розовый или с немножечко декором. Вот мы здесь нашли баланс и единый стержень. Вы обратили внимание, что все 60 моделей, при том, что они были совершенно по-разному одеты, в разных образах, имели как один стержень, они все были одеты в татуированные комбинезоны. Да, 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 отметили. Которые сквозь прозрачные ткани просвечивали. И в этих татуировных комбинезонах эстетика татуажа, да, как графическая интересная тема в дизайне, она на самом-то деле, в нее зашито очень много интересных идей. Когда мы исследовали... Там столько планов, не знаю, про что вы разглядываете. Да. Знаете, многие дизайнеры в России пытаются транслировать объединяющие смыслы, которые, с одной стороны, выражают какие-то коды нашей страны, а с другой страны, да, с другой точки зрения пытаются дискутировать и общаться с другими странами, другими народами. И вот этот диалог не всегда получается. Я пытался анализировать, и мы когда-то с Алексеем Геннадьевичем думали, а что же скопорило, в чем какая-то недосказанность. И мы поняли, что многие дизайнеры, прекрасные, которых я очень люблю, они принимают какой-то один очень узкий аспект в эстетике. Например, там, ну не важно, общенную органу, как-то узко позиционируются. Или берут какой-то исторический период, или какую-то часть жизни, да, и не выстраивают диалог, который мог бы тысячу лет быть протяженный. И вот я нашел очень интересную целью, я изучал много материалов. Мы нашли в Новом Иерусалиме литературные источники, созданные почти тысячу лет назад, которые до сих пор перед глазами читали. И это литературные источники, которые были созданы на рубеже IX-XIV веков. И они создавались вручную, да, вручная графическая работа, иллюстрации. Не было печати. И они были оформлены удивительным методом художественного оформления. Это такой сложный, бедеватый стиль. Вы помните эти узоры, и на комбинезонах, и на некоторых вещах. Оказалось, что, когда мы стали еще глубже это исследовать, оказалось, что когда-то, мы даже сами не вспомним, когда-то много тысяч лет назад, не было текстиля, не было одежды, были только шкуры с длины. То есть это, ну, несколько тысяч лет назад. И люди соединяли элементы кальстума кожными ремешочками и узелками, и сплетали их. И начали в них, не было же письменно, и начали в них зашивать смыслы послания друг к другу. Об этом свидетельство существует, например, в онкологических раскопках в Новгороде, в нашей северной части. И ученые обнаружили, что эти узелковые плетения имели сакральное, священное значение. В них зашивались идеи, послания, смыслы о роде, о племени, о судьбе, о близких. Потом появилась первая форма плетения, когда... Знаете, с какого-то стольца русская, сижу как привязанная. Знаете, откуда ты идешь? Именно тогда появилась первая форма этих следов, были узенькие тесемочки. Там есть долевая ниточка и уток. Ну, когда между нескольких ниток переблетали конкур. И она, мастерица, привязывала эти длинные нитки к печке, а другие вокруг себя обвязывала. И зимой, когда не было работ в поле, она делала эти плетеные тесеночки. И ввела узоры, которые были взяты из узелков. Узелковое плетение, как и в эти подземли. И появилось это слово «сижу как привязанная». К этому выражению тоже много тысяч лет. Потом маленькое тесеночко превратилось в широкое текстильное полотно. И эти узоры гимметрические стали впитаться. Конечно, при степени смысл потеряли значение, были утеряны. Но что-то остается, мы их, видимо, понимаем. Вот эти удивительные орнаменты, которые много тысяч лет, и эти орнаменты появились на этапе формирования всех евразийских культур. И они близкие, и они есть. И в Скандинавии, и у Кельков, и у славян. Это общий корень. Вы представляете? Эх, как ну, да? И мы вот эти орнаменты зашили в ухооблении нашей коллеги. И там много планов, много смыслов. Можно целую лекцию об этом читать. Я могу рассказать, как создается культур. От идеи, от смыслов, которые насквозь пронзают время, людей, пространство, разные времена и объединяют. Это то, что нас всех в разных странах, во всех евразийских семьях, 26 летовых культурных семей нас объединяет. И это может быть понятно и у нас, и в Европе, и в Азии. И мне кажется, это было интересно. И мой сам кто меня поддержал. Мы входит, что в этом есть что-то, можно с этим работать. И это увидели все. То есть все эксперты почувствовали эти смыслы. Вот. И вообще все получилось. Я честно скажу, что восхищение женственностью, оно, я не мог этого избежать. Там были прилегающие, короткие, эротичные платья. Были мотостресс, которые можно на Северном Камказе носить. И на врукобом закрытые. И в то же время они все целостно были, как одна коллекция. И прозрачные, и объемные, и архитектурные. Там были платья, как мы называемые платья арабора. Надо, конечно, еще раз будет посмотреть. Это был хороший опыт. Мы сделали реально большой вклад. Я даже считаю, в индустрии моды. Потому что все сказали, что это главное событие в индустрии моды. В этом ситуации может быть тоже в годов. И, как всегда, это делает Фиберлиф, это сделали мы с вами. Потому что Фиберлиф лучший. Он нас стимулирует на большие, интересные, ну просто неожиданные ходы. Никто не ожидал. От нас никто не ожидает, что вы сказали, что вы сказали. Билл, а мы подскажем немножко, чуть-чуть про осень. У нас есть презентация. Но мне нужно на него угрузить. Просто отказать. Никто не отказать, просто отказать. Естественно, я хочу сказать, что если что-то ты делаешь, оно должно иметь подлинг и коммерческих обществ, иначе смысла в этом нет. Это прежде всего. И, кстати, на культуру уже там звезды, наследная Ветурчия была в нашем. Наша амбасадора Равшана Кукова была в нашем. Снимали все средства массовой информации. Но очень важно, чтобы мы между вот этой элитарностью и эстетизмом связали, отдали ниточку, а может быть сильное какое-то канатное движение с тем, что мы предлагаем всем нашим покупателям связь. И мы осенью предложим коллекцию, которая транслирует, передает идеи культуры. Но, естественно, в доступной цене. Вот этот самый, например, комбинезон, прилегающий, почти как вторая кожа, на него у нас там звезды выстрелились в очередь, но мы в коллекции делаем более доступные версии и такое платье, и такую водолазку. Смотрите, и они будут стоять, и они будут стоять по нашей доступной цене. Мы делаем осеннюю капсулу, синюю и синюю капсулу, которые будут эти цветовые палитры, эти прозвольные мишени, эти анаметки. Но, естественно, мы их делаем из смесовых натуральных материалов, как лопа, биспоза, то, что очень комфортно, с ластаном, то, что можно носить каждый день, и они будут в нашей доступной коллекции. Мы называем эту линию, она по той же теме, как мы всегда с вами видим, в каталогах, да? Да, с размерами мы решили сделать следующий. Конечно, поднашивайте. Мы все-таки считаем, что это какого-то убеждения, что у нас нужно сделать две линии. Помните, есть и мерные, есть и галкие. И, конечно же, чтобы продвигать стиль, у нас будет размерная сетка, это пять размеров, от 42-го до 10-го, там, где мы делаем эти узкие, посаженные субеты. Просто очень сложно им предлагать больше, наверное, потому что тут погрешности. Но я же не могу обездолить и оставить без внимания моих любимых элегантных, да, женщин и девушек. Поэтому мы с осени вводим новую линию пейберлифт элегантных размеров под 50-го и выше, где мы те же самые мотивы, но в более комфортных силуэтах, где есть цветные детали, шипоновые какие-то там детали, детали кроя, да, 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 силуэты комфортные, где все, например, будут из-за юбки и брюки с резиновыми поясами, которые идеально сидят в фигуре. Вот мы трансфер в этой второй линии, она эстетически близка, там те же мотивы, те же орнаменты, но конструкция другая. Потому что, ну честно вам скажу, анализируя наши итоги работы, мы помнили, что у нас более смелые силуэты, они подаются в маленьких размерах. И посадить эти вещи на широкую линейку, там, 15-го, невозможно. Поэтому просто себя загоняем в остатки. Это тоже нельзя делать. То есть мы же должны равную шамерскую компанию. И мы нашли вот этот вход. У нас будет линия, которую мы называем «премиум», где будут только маленькие размеры, и будут линии «премиум» для элегантных женщин. Там, там, да. Где элегантные размеры. Какие размеры вы считаете элегантными? 50-го. Да. И я считаю, что это будет просто хи-хи. Я уверен, что это будет просто... Это очень важно. И тоже в едином стилеон концепциях выйдет и спортивная линия, и для девочек, и для мальчиков, и для мужчин. Над этим мы еще работаем. Но тем не менее, это всегда у нас будет качественно, хорошо и успешно. Ну вот, собственно, Говоря, если я ответен на этот вопрос, мои дорогие друзья... А пока-пока. Когда-пока! ...упо, пока! ...уникальны, в мире, в котором... ...а sekarang... ...на следующий... ...긋ю eens misshau.